Уже через 10 минут ты сможешь написать свой первый трэп-луп. Для начинающих битмарей, которые любят ковыряться в шерсти, это может быть открытием, но мелодии писать довольно просто. И вместе с этим фортепиано мы в этом разберемся. Наш темп 123 удара в минуту на сегодня. И начнем мы с одной ноты. Это может быть вообще любая нота, и в итоге это будет главная нота нашей мелодии. Я для себя выбрал D-sharp. И теперь нам нужно узнать, какие ноты с этой нашей главной нотой сочетаются. Для этого нажимаем на стрелочку, заходим в Helper Scale Highlight, выбираем какой-нибудь Scale, он же LUT. Они все звучат по-своему, у них есть свое характерное звучание. Я предлагаю вам выбрать какой-то базовый обычный Minor Natural Aeolian. Вот, нажимаем на него. И теперь нам нужно снова открыть Helper Scale Highlight и выбрать уже здесь ту ноту, которую мы выбрали в качестве главной. Для меня это D-sharp. И теперь светленьким посветились те нотки, которые как бы сочетаются с нашей главной нотой. Теперь нам нужно выбрать ноты, на которых будет строиться мелодия. Самый простой и быстрый способ это сделать, это построить базовый аккорд. Этого скейла. Чтобы это сделать, нам нужно вот от нашей главной ноты пропустить одну подсвеченную нотку и ткнуть в следующую. Повторить это, то есть пропустить одну подсвеченную нотку и ткнуть в следующую. И вот это базовый аккорд нашего скейла D-sharp. Чтобы он звучал поинтереснее, мы можем выделить эту нотку. Ctrl-стрелка вверх и поднять его на октаву. И добавить здесь еще одну D-sharp. И это, по сути, остается тот же самый аккорд. То, что мы сейчас сделали, называется обращение аккорда. И также мы, например, могли бы добавить сюда еще и A-sharp сверху, потому что она также входит в этот аккорд. Теперь у нас уже есть целых пять нот для нашей мелодии, а это уже не три. Так что все это выделяем. Двигаем вправо. Выделяем один такт. Это расстояние от единички до двоечки. Ставим нашу корневую ноту. И я хотел бы прописать мелодию что-то типа... То есть базовый простой переборчик на нашем аккорде D-sharp. Для этого давайте включим метроном. Мы могли бы построить как-нибудь вот так. Как-то, как-то, но звучит очень простенько. Мне бы хотелось, чтобы мелодия была более динамичной. Так что это удаляем. И мы добавим нотки, которые будут играть между ударами метронома. Вот так. И эти нотки будут менее главными, чем те нотки, которые совпадают с метрономом. Поэтому мы можем прописать их все на одной ноте. Теперь нам нужно прописать уже нотки, которые будут совпадать с ударом метронома. Они уже и будут задавать движение нашей мелодии. Мне, например, нравится вот такой вот вариант. Вот такой вот простой арпеджио или перебор у нас получились. И только вот с помощью вот этого приема создания арпеджио на каком-то аккорде можно создать просто десятки тысяч мелодий. И поверьте мне, десятки тысяч мелодий именно созданы с помощью такого способа. И чтобы было чуть круче, можем поставить сюда тоже D-sharp. Как и нижний D-sharp, только на октаву выше. Так звучит чуть-чуть покруче. И вот у нас есть базовый переборчик. Как бы он длиной всего в один такт. И если его слушать по кругу, то можно с ума сойти. Выделяем, зажимаем Shift, перетаскиваем, либо мы просто нажимаем Ctrl-B. И теперь нам нужно придумать развитие для этой мелодии. И все свое развитие мы пропишем во второй половине второго такта. То есть вот в этом маленьком кусочке. И вот этот маленький кусочек уже преобразит тоже нашу мелодию. Сократим вот эту главную ноту и добавим вторую главную ноту. Тоже из тех, которые входят в наш скейл. Я хочу выбрать B. Звучит немного напряженно. Это из-за того, что здесь одновременно звучат B и A-sharp. То есть вот у нас A-sharp, а вот B. И нотки, которые так близко друг к другу находятся, одновременно звучат не очень. Просто выделяем все нотки A-sharp и поднимаем их на один полутон, чтобы они стали B. Уже приятнее. И еще вот эту нашу ноту F тоже можно куда-нибудь деть. Из F-sharp я ее сделаю просто F, чтобы дополнительное развитие создать. И пришло время очеловечить эту мелодию, чтобы она не звучала так машина. В первую очередь можно вот эти самые все нотки продлить. Но есть одно базовое правило. Мы продлеваем все нотки до следующей такой же ноты. Но нотки из зоны, где главное D-sharp, не должны заходить в зону, где главное уже B. И иначе это будет звучать не очень хорошо. Уже чуть-чуть-чуть-чуть наша мелодия стала поприятнее. Теперь настроим Velocity, то есть силу нажатия. Как мне нравится их настраивать. Во-первых, выделим один такт. Те нотки, которые между ударами метронома, мы выяснили уже, что они менее главные. Поэтому они всегда будут чуть тише, чем те, которые совпадают с метронома. У нас будет громкость идти с низкой, и к середине такта она будет достигать пика. А потом снова будет немножко спадать к концу такта. И поэтому мы идем следующим образом. Шаг вверх, полшага вниз. Шаг вверх, полшага вниз. Вот так вот. Проделаем то же самое для второго такта. Вот такой вариант мелодии мне нравится. Теперь можем ее продлить. Еще из необязательного можем нажать Alt-Q. Выбрать пресет, как мне лично нравится. Push-Pull Heavy. И покрутить Start Time где-нибудь процентов на 45-50. Чтобы немножко некоторые звуки отодвинуть от сетки. Чтобы тоже создать иллюзию неидеального человеческого наигрывания ее на фортепиано. Жмем Accept и появляется следующая проблема. Некоторые звуки потерялись. Это из-за того, что они подвинулись и стали налезать друг на друга. Так что мы все снова выделяем. Зажимаем Alt и чуть-чуть сокращаем. Alt-Q не обязательно. Соответственно, эта проблема тоже у вас может просто не возникнуть. Теперь все выделяем. Шифтом перетаскиваем. Либо, как я уже говорил, можно просто Ctrl-B нажать. И теперь мы добавим еще два инструмента. Это будут две умни-сферы. И чтобы никого не травмировать, я в конце то же самое переложу на стандартные звуки. И, кстати говоря, эта мелодия в виде вавки уже в этот момент выложена у меня в Инстаграме. То есть внизу под этим видео в описании есть ссылка на мою инсту. А в моей инсте в профиле в разделе со ссылками вы сможете найти эту мелодию. Скачать ее и флипнуть, как вам прикольно. То есть это будет вавка, которую вы можете использовать как хотите. Так что приходите по ссылке в мою инсту, скачивайте и флипайте эту мелодию. И еще можете подписаться на саму инсту, потому что там я делаю дополнительный контент. Ну, короче, вы перейдете, сами все увидите. Если хотите, подписывайтесь. Окей, добавляем вторую умни-сферу. Оба наших звука будут из раздела Keyscape Creative, Bad and Strings. Первый будет отыгрывать такую более медленную партию, а второй будет отыгрывать более быструю. И что самое важное, они оба будут играть по ноткам аккордов. Нижние нотки прописываем именно по базовым ноткам наших аккордов. И теперь прописываем какую-нибудь медленную мелодию, типа... И здесь B. И вот смотрите, здесь, чтобы как бы добавить еще больше развития, я меняю первую нотку, она будет не D, шарп, а A. Таким образом мы получим плавный переход из вот этой B. А дальше все остальные нотки будут точно такими же. И в конце у нас будет еще B с переходом на F. Вот вместе с B одновременно еще играет F. На октаву ниже ее... Мы опять использовали только те три нотки, которые есть у нас в основном аккорде, и две нотки, которые появляются у нас во второй половине второго такта. И получили уже мелодию на четыре целых такта. Перебросим это на октаву вниз. И уберем метроном уже. На октаве вниз это отлично просто звучит. Добавим вторую мелодию. Она у нас будет вообще супер-мега простой. Она будет просто быструю партию отыгрывать по ноткам, которые входят в наш аккорд. Просто Ctrl-B, Ctrl-B. А здесь у нас уже немножко другие нотки. Продлеваем на вторую половину и... Но круче звучит, если перебросить на октаву вверх. Если у вас нет вот этих серых подсказочек, которые показывают нам, на каких нотках прописаны мелодии в этом паттерне, то они включаются с помощью Alt-V. В целом все готово. Уже можно было бы здесь остановиться. Но я знаю, ради чего вы меня смотрите. Так что мы сейчас сделаем парочку легеньких обработок. Выделяем звук, нажимаем Ctrl-L. Выделяем звук, нажимаем Ctrl-L. Выделяем, нажимаем Ctrl-L. Вот они перебросились на микшер. Начнем, пожалуй, с этой мелодии. Потому что на нее мы повесим одну интересную штучку. Она называется Super Puper Mega VHS. Здесь мы просто включаем Magic. И уже все становится красивее. Красивее. Неважно. Теперь вешаем наш любимый и привычный RC-20. Убираем нось, убираем воблу. И просто откручиваем низ. Можно чуть-чуть поддать тоне. Просто потому, что в этом звуке очень-очень много низа. Еще он звучит сам по себе, этот инструмент, шире, чем наше фортепиано. Он должен быть заднеплановым, а он звучит шире. И это неправильно. Чем звук более заднеплановый, тем больше он должен быть узким. Мы можем либо вот здесь вот открутить ему немножко стереобазу на треть. Либо можем сделать это в ретро-калории, потому что тут есть ширина. Вот давайте минус 40%. Перейдем к нашему второму дополнительному инструменту. На него мы повесим одну интересную штучку. Это Half Time, к которому мы все уже 10 раз привыкли. Переключаем на одну-вторую. И здесь делаем микс процентов 25. Он Half Time, потому что в два раза замедляет. И с помощью этого микса мы добавляем нашего оригинального сигнала. И получается, что у нас появляется аккомпанемент на октаву ниже. Самое главное, что звучит круто. И следующим эффектом мы добавляем Gross Beat. И здесь нам нужен пресет Momentary. Одна-вторая Gate. Volume откручиваем. Примерно то, что я хотел. Слушаем все вместе. Здесь тоже не хватает пары обработок. Самый первый будет Maximus. С уже привычным пресетом Master 8. После него повесим Valhalla Vintage Verb. Мне нравится для данного случая пресет Bright Hall. Bright Hall. Просто открутим Low Cut и Mix. Можем High Cut тоже немножко открутить. Получили вот такой вот атмосферный звук. И теперь нам нужно добавить параметрик. EQ хотел бы сказать я, если бы не хотел добавить Pro Q3. Здесь нам нужно просто немножко открутить низа. Вообще без фанатизма. Потому что для фортепиано низкие частоты это тоже очень важно. И если вы отрезаете их слишком много, то вы просто кастрируете свое фортепиано. И оно потеряет всю свою мощь, весь свой сок. И еще нам нужно подрезать тут около 1000 Гц. Это нужно для того, чтобы освободить немножко место под наши гипотетические ударные. Еще немножко убавим Velocity у фортепиано. Чтобы звук был более таким мягким. И как я и обещал, сейчас переложу все на стандартные плагины. В качестве фортепиано я выберу инструмент Keyboards Grand Piano. А в качестве остальных инструментов у нас будет Flex со стандартными библами. Для более быстрого синта я выбрал пресет Fairy Sparkle. А в качестве второго звука Counting Hour. Я понимаю, что звучание не один в один. Но звучит тоже, по-моему, вполне достойно. И эти пресеты у вас 100% есть, если у вас FL Studio 20. Теперь вы можете нажать здесь и сделать Split by Channel. Зайти в плейлист, выделить все это и перебросить в него. И, например, все это законследейтить с помощью Ctrl Alt C и превратить в одну вавку. Либо добавлять по одному паттерну и отдельно их тоже консолидейтить, превращать в вавки. И потом уже флипать как угодно. Чтобы это сделать, просто добавляем паттерн, который мы хотим превратить в вавку в плейлист. Выделяем на него, нажимаем Ctrl Alt C и жмем Enter. Если хотите, можете поменять настройки рендера. И она автоматически закинет вам вавку прямо в плейлист. Итого у нас получилось 4 вавки. Одна мелодия целиком, 3 отдельно. И вы можете делать с ними все что угодно. Например, вот так. Как вариант. Например, вы можете сделать что-то такое. И если вам интересно, я могу сделать тоже видео для новичков о том, как можно флипнуть сэмплы. Если вам это будет интересно, то можете написать об этом в комментах. И, как обычно, напоминаю, что у меня есть видеокурс от А до Я по битмекингу, который в том числе подойдет и новичкам. Он по битмекингу в стиле новой школы и трэпа. Чтобы узнать о нем подробнее или заказать видеокурс, напишите мне. Ссылка на меня в описании, можете написать мне в ВК или в Инсте. Напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И на этом у меня все. Если вам видео понравилось, было чем-то полезным или просто показалось интересным, то поставьте заслуженный лайк. А если было неинтересно, бесполезно, вообще полная ерунда, то ставьте заслуженный дизлайк. И самое крутое, что вы можете сделать для моего канала, это посмотреть другие видео на нем. Для этого можете дождаться конца видео или посмотреть в описании ссылки или просто ткнуть на название канала. Если вам понравилось это видео, то другие понравятся точно. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Увидимся в следующем видео.